Дамы и господа, здравствуйте, с вами Warlock. Сегодня мы играем в кольцо боли. Нет, не в кольцо боли, а только что про Ring of Pain в чате говорили. Мы играем в Tainted Grail. И мы идем на третий этаж за некроманта. Да. Так, в городе мы все завершили, все сделали. 500 рублей в запасе, но мы их потратим где-нибудь на этаже. У нас хорошие запасы литебных зелий, фолиантов. 12 кусков мяса для квеста на великана, надеюсь, мы его найдем. 30 человеческих печеней, это на Новый год. И руны, да, мы тут открыли три слота рун в оружие. Минус стоимость карт. Урон за каждую сыгранную карту. И минус 17 брони всем противникам поставили. Ну что, поехали? Погнали. Три свечи, но у нас увеличенное время горения свечей, так что ничего не боимся. А, ну и, конечно, у нас волси. Самый лучший мальчик. О-о-о. О, ты мой хороший. Пошли в обход. Будем зачищать весь этаж, как обычно. Оружейник, кстати, ничего хорошего, по-моему, не продает? Ну ладно. Так, ух ты, какие веселые ребята. Ловец. Потеряв 50% своего здоровья, противник будет становиться сильнее, может разрушать вашу броню и подбрасывать вам в колоду карты пустышки. Ого, сколько урона. 400 хп, да? 240. На третьем этаже становится жесть. Этих чуваков, кстати, да, я не помню. Это новые враги какие-то. Стремные динозаврики. Так, ну ладно. У нас тактика такая. Мы призываем много, много, много существ. Волси, подожди. Эпа так. Хана нашему голему, короче. Вообще капец, голему. Окей, шпастые объятия, мы хотим играть последней картой. Давай призывать мерзость. Теперь ее в жертву и призываем червя. Ага, хорошо. Червя тоже в жертву. О, до конца хода плюс 20% к урону, да? Стоит ли это играть? Наверное, не стоит. Метку сыграть. Да, метку на кого? Наверное, на вот этого чувака, да? На вот этого чувака метку. Вы правы. Так, 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 так. Пробуждать мы хотим мерзость призрачную. А этого чувака принести в жертву. Еще три энергии осталось. Уровень повышать я никому не хочу. Преграду, я думаю, нам надо сыграть на себя. Принести в жертву червя. Сначала, чтобы он броню снял, да? Отлично. А броня что-то не снялась. Почему? Не знаю. Почему-то не снялась. Ну, ладно. Пробуждаем мерзость. Бабах! Весь урон. Отлично. Теперь можно призвать еще упыря. И еще раз пробудить мерзость, да? Да, пробуждаем мерзость еще раз. И теперь шипастыми объятиями. Бабах! Все, на следующий ход можно будет перейти в форму некроманта. Живой червь не снимает броню. Ага, все с ним понятно. А голема нашего сразу превратили в огрызочек. Но я думаю, мы в порядке. Упыря давай призовем. Больше никого призвать не можем. Но мы можем... Что мы можем сделать? Принести в жертву вот этого упыря и всех ударить, да? Атакует нас только один чувак сейчас. Поэтому голема я даже призывать не буду, наверное. Давай некроманта. Да? Давай некроманта. Так. Угу. И... Нам нужно 131 урона. 26, 46. Там у нас 70 урона на мерзости. Да я думаю, что добьем. Сейчас еще на тебя метку поставим, да? Теперь... А мы можем его просто оглушить. Так-то. Можно просто оглушить. Почему не оглушить? Давай оглушим на всякий случай. Мне считать лень, поэтому я его просто оглушил. Мы закончим ход. Ну, наши ребята вроде должны добивать. Ну да, тут урона более чем достаточно. Отлично. Немножко человеческой печени на ужин. Естественно. И смотрим карточки. Кладбищенская луна. На три хода ослабьте все атаки противника на 75%. На самом деле сильно, но намного выгоднее противника убить, чем ослабить. Жажда мерзости. Сложно вот эти карточки играть с принесением в жертву, а потом призывом. Лучше сразу призывать. Ну и пробуждение в начале каждого хода нам не нужно. Автопгрейды нужны. Так. Лечу. Можно в колоду добавить оглушение всех врагов и 20 брони. Минус 20 брони. Оглушение очень ненадежная штука. Броня леча увеличивается на 25. Или... Это только в форме леча. Близнецы. И в начале каждого боя создаете бесплотную копию первого призванного союзника. Будем брать близнецов. Надеюсь, что эта штука не будет копировать голема. Надеюсь, что эта штука будет копировать первого, которого мы сыграем. Вот это будет прям, прям хорошо. Оружейник продает всякий трэш. Да, у него... Ну вот это неплохая бутылочка. На босса взять, да? Давай возьмем на босса пару штук. Ну, пошли дальше. Там нас ждет сгруппленная тень. Так, мы играем со светом. Поехали. Все-таки оно копирует голема. Жаль. Жаль, что копирует голема. Ладно. Кстати, мы можем его в жертву приносить. Так-то. Этого голема. Почему нет? Пикси. Мерзость. Давай мерзость. Обязательно. Тут у них никто не бьет. Кабанчик на себя весь урон будет принимать. У него метка встроенная. Чувак взорвется на следующий ход. Некромант оживляет союзников. Ясно, ясно, ясно. Понятно. Кстати, а если метку на тебя кинуть? Ага, у нее будет две метки. Как это интересно работает. А в жертву надо кого-нибудь. Мерзость надо в жертву. Давай. А, все-таки кабанчик побеждает. Кабанчик на себя принимает удар. Понятно. Так, пробуждаем мерзость еще раз. Уже усилено. Бабах. Кабана победили. И ты у нас остался. Тебя надо в жертву приносить, да? Может быть. Я нам тут бесполезен в таком виде. Я мог бы сейчас в некроманта превратиться. Но мы потеряем голема. Голема не хочется терять. Пока что. Так, секунду. Жена тут что-то пишет. Все нормально. Жена в пути. Едет. Бабах. Добили. Отлично. Некромант на призывал тут толпень целую. Ну, у нас все уже хорошо. Мы начали разгоняться. Давай, минус 50 брони всем противникам. Еще три энергии. Пробуждаем нашу невероятно мощную мерзость. Приносим в жертву тебя. Да, бабах. И всем конец. Ха-ха. Даже в некроманта можно, наверное, не превращаться. Пробудить. Червя пробудем. Да. Или превратиться в некроманта. Или превратиться. И давай превратимся в некроманта. Чего бы нет. Может просто добьем. Елей. Кстати, тоже хорошая штука. Плюс 100% форума. До конца хода. Так, новая карточка. Жажда голема. Принесите в жертву союзника и призовите голема. Ну, такой. Не надо нам. Я думаю, голема. Големов хватает. Это тоже фигня. Да и это тоже не очень. Вот это интересно, неудержимая сила. Ууу, у нас руна Эолх собирается. Руна Эолх, это хорошо. Удалось ли тебе отыскать моего сына? С ним все в порядке? Ура, наконец-то мы этот квест пройдем. Мы этот квест проходим с самого первого забега. И надеюсь, что конец. Твой сын нашелся. Вы рассказываете о том, что вы узнали от ее сына. Хвала про матери. Это была не Марь. Он проглотил рунный камень. Там, тут сложная история. В ее глазах вспыхивает надежда. Так значит, мы снова можем быть вместе? Погоди, если камень все еще у него внутри, значит руна... Возможно ли вынуть камень, не повредив ребенка? У меня есть знакомый кузнец, он знает все о рунных камнях. Спасибо. Это не конец квеста. Теперь пойти к кузнецу, наверное. Кузнец скажет найти мальчика. После того, как мы найдем мальчика, нужно найти будет снова мать. А потом снова мальчика. Ой, класс. Классно. Да. В чем отличие от предыдущего призывателя, которого мы играли? Ну, некромант постоянно всех своих существ в жертву приносит. И они становятся призрачными. В призрачном виде они бьют сильно. А в обычном виде не очень. И у него всякие эффекты, которые активируются, когда он становится призраком. Например, у нас есть... Где-то у нас есть... А вот, после смерти союзника или противника наносим всем противникам один удар, наносящий 100% урона и похищающий 50% здоровья. То есть, чем больше мы убиваем своих или вражеских существ, тем больше мы наносим. И оно вот как снежный ком. То есть, мы делаем ба-бах. И все взрываются. Ну, и там много таких штук всяких. Так, таверна. В таверну нам тоже квест какой-то в таверну есть. Так. Так, так, так. Сразу призрачный голем. Червя. Червя призываем. К сожалению, мерзости нет. А мерзость нужна. А мерзость нам нужна. Выдержит ли голем их удары? Вроде бы должен выдержать. Так, ну давай, ладно. Червя тогда в жертву приносим сразу. Ба-бах по всем. Теперь. Надо было уровень ему повысить. Ах, те, нет. Мы сейчас два раза его пробудем. Червя. Угу. Ну, а на себя сыграем преграду. Ну так, на всякий случай. А, у нас у голема, кстати, много брони. Да, вы правы. Ну, а это что-то не сильно ему это помогло. Ха-ха. Два удара по 45. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Страшно. Страшно. Но не боимся. Давай, мерзость призываем. Еще одну мерзость. У пырей целая толпа. Мы сейчас с вами можем... Мы сейчас с вами можем... Некроманта подрубить. Правда, без маны. Давай прицел поставим на вот этого. Сыграем дудочку. Чтобы урона не получить. Пробуждаем мерзость. Да, она усиливается с каждым пробуждением. Так. Пробудить союзника. Принесите в жертву. Да, это на тебя. Да. Прекрасно. Замечательно. Теперь шипастые объятья. Бабах. И минус один. Чудесно. Куча упырей. Ха-ха. Зачем-то нам нужны... Я думаю, даже упыря не надо. Сейчас, если мы метку вытащим. Да. Метка очень хороша. Метка дает минус 20 брони с каждым ударом полученным противником. Так что... Ну, тут просто победа. 45 жизней, минус 65 броня. Ну, тут вообще хана ему. Так. Пробудить. Ай, все. Тут ничего не надо. Воплощение. Несколько раз подряд пробудите всех союзников. Ух ты. Два раза пробудить всех? Слушай, такую карточку-то взять бы, неплохо было бы. О, еще одно жертвоприношение, которое приносит в жертву и наносит удар по всем. А здесь пробуждение и добор. Будет ли у нас когда-нибудь три энергии, чтобы играть в воплощение? Вряд ли. Вряд ли. Потому что мы не сможем призвать кого-то и сыграть в воплощение. Да. Без прокаченного кузнеца маловероятно. А кузнец что, дает... Кузнец дает еще эти... Карточки. И энергию. Когда его прокачиваешь. Перетасывать разок. Сначала призываем на следующий ход юз. Ну, что-то долго сильно. Давай тасовать. Принесите в жертву союзника, повысите уровень всех союзников. Окей, нет, такое нам не надо, уровень мы не повышаем. Возвращающаяся энергия. Первый раз за ход, принеся союзника в жертву, вы тянете дополнительные три карты. Неплохо. Духовное сосредоточие. Находясь в облике лича, вы получаете плюс одну энергию. Это очень полезно. Разделение душ. Каждый союзник начинает бой с 30 преграды. И преград фигня. Ставки? Да, ставки забыли. Давайте сделаем. Пройдем левый уровень. Я думаю, вот это надо. Добор после первой жертвы. Прямо хорошо будет, да? Добор лишний никогда не бывает. Каждый ход по три карточки. Мы в жертву каждый ход каут приносим. Кошка пришла. Здрасте. Здрасте, кошка. Теперь микрофон придется выше поднять. Потому что там кошка лежит. Захолустная таверна. Иди глотни, не жми ты так. Выпейся, брой. Забудешь все бесполезные навыки, которыми обладаешь. И всех ненужных людей, которых довелось повстречать. Пусть мозги растекутся. Это мой особый рецепт. Прикольно. О, у нас квест. При тебе нашлось это приглашение. Вы видите, что человек на мгновение трезвее, но тут же возвращается в свое прежнее состояние. Я не имею, о чем ты говоришь, дружочек. Выпей. Молтит. Давай выпьем. Теперь подеремся. Давай драться. Давай подеремся. Пропойся. Адреналин и выпивка делают его опасным противником. Но долго ли он сможет продержаться на ногах? Автоматический бой завершится через 5 раундов. О, я думаю, что мы его быстрее завалим. Я думаю, что мы как-то справимся поскорее. Бедный дядька. Так, червя бы тут против него. Ну, а, вообще вот есть червь. Только энергии нет. Так, так, так. Давай еще пробуждать тебя и... Хватит. Сломить броню всех противников. Ну, давай ослабим. Что-то не очень, конечно, опасный. Червя может вызвать-то, а? Ого! Снес нашего голема. Подожди, или голем сам. Сам откинулся. Не знаю, но мы победили. Так, и что нам дают? Человек падает. Получили на треснутую руну Этель, руну Ман, фолиант и мясо. А квест? А что, квест провалит? Надо было сначала пить с ним, а потом? Надо было, что ли, сначала пить, а потом квест проходить? Окей. Единственная претензия у меня к этой игре. Все хорошо, все классная игра. Но... Квесты затянуты просто вот... Искусственное затягивание, блин... Геймплея. Прохождение. Как тот квест с этим... С мальчиком и рунными камнями. Вот реально. Чтобы его пройти, нужно 20 раз поговорить с мамой и с мальчиком. Туда-сюда, туда-сюда. Ну и они выпадают один раз за забег. И надо, чтобы они в правильном порядке выпали. Потому что... Если выпадет сначала один, а потом другой, то уже не получается. Надо следующий забег. Скорее, это вариативность. Это не вариативность. Это... Искусственное растягивание геймплея. Это не вариативность. Ну и вот... То же самое. Это не добавляет никакой вариативности. Это просто удлиняет. Мы можем их не делать. Это правда. Это правда. Мы можем их не делать. Так, нашли Ронуман еще одну. Которую мы никогда не будем использовать. Ставки были. Ставки были, ребят. Жук-кровосос. Медведь. Жнецы. Медведи. Дополнительный урон наносится каждого живого союзника. Ага. Медведи надо сносить. Так. У нас есть червь. Нам некого принести в жертву. Только если голема призвать, потом в жертву принести. Как раз четыре энергии потратим. Плохо. Ну, а что делать? Давай голема. Давай метку поставим на вот этого чувака, что ли. Голема. Бесплатную преграду. Так. Теперь у нас есть червь, которого мы приносим в жертву. Вот так. Ага. И... Темный ритуал тебе. А, я не туда темный ритуал сыграл. Блин. Что, у меня големов целая толпа. Слишком много големов. Так. Мерзость. Давай мерзость призываем. Какой-то голем маленький. Ну, давай подадим защиту. Ладно. Бег тебя в жертву. Ага. Можно стать некромантом. Но сначала... Сначала давай нацелимся на тебя всеми. Честно говоря, нам вроде и не нужно тут некром становиться. Но некромант сильный. Лич, в смысле. Лич. Лич. И лич. Сразу метку на него. И... Где моя любимая карточка? Где моя любимая карточка? Да, вот три удара. И удвоить ее. Удвоить. Вот так вот. Бах. Бабабах. Бабах. Хе-хе. Бабах. Съели. Звери у нас кончились. Хе-хе. Ну, наверное, призову на всякие случаи голема. Мало ли чего. А вдруг... А вдруг беда. Мы пикси. Давай уж пикси. Пробуждаем всегда тебя. Приносим жертву тебя. Чуть-чуть не добили. А, нет, добили. Бабах. Так, хорошо. Что тут есть прикольного? Пожертвовать здоровью, воплотить пикси и червя. Конечно, вообще-то, интересно. 5% максимального здоровья. ХПшки у нас много. Пикси, когда активируется, повышает уровень союзников. Но только живых союзников, по-моему. Не может она призраков усиливать. С нашим билдом не очень? Голем получает твою броню в двукратном количестве. Возможно, стоит поставить руну на броню. Да? В двукратном количестве. Это интересно. Не, пикси мне не нравится. Пикси, пикси не наносит урон. О! Кстати. Руноман безупречная. Офигеть. Каждый ход все на поле боя получают плюс 30% к урону. А может взять и поставить ее? Хе-хе. А взять и поставить ее? Будет наших союзников бафать? Страшно, конечно. Страшно. Мертвая Пикси дает плюс один энергии, вход и заряжает прием? Плюс один энергии? Позрепите, дает энергии? Может, надо было все-таки взять картику? Руноман, руноман. Боюсь, я врагов бафать на 30% в урон на каждый ход. Да, боюсь. Не, не буду ставить. Ну, ну ее в баню. А где у нас руна на броню? У нас нет нормальной карты на броню. Это руна Этель. Она у нас вообще не прокаченная. Да, совсем не прокаченная, ребят. О, ведьма, привет. Что там было насчет приглашения в твою деревню? Да, да, ступай. Отыщи мою деревню, познакомься с теми, кто там живет. Друг, ты сумеешь как-то обличить птичьих боль. Я не сомневаюсь, что ты узнаешь эту деревню, как только ее увидишь. Не могу угасать точное направление. Это в самой глубине Марии. Задание новое. Ладно. Так, и что ты можешь мне дать? Убрать 5 карт за 97 жизней? О! О, имба! Да, конечно. Конечно, мы берем. За 9... Подожди, 97 максимального здоровья за удаление 5 карт. Ух. Интересно, если бы я снял руну. Подожди, а я не могу за 4 снять руну на хп? Максимальная. А, она все равно требует 97. Окей, на будущее перед разговором с ней надо снимать максимальную хпшку, чтобы она меньше требовала. Ну ладно, давай жертвуем 97 максимальных. У нас будет очень мало жизней. Но мы не получаем урона, да. А удалить 5 карт, это очень круто. У нас 80. Мы потеряли текущее, потому что руну сняли. А, надеюсь, нас не убьет. Давай выпьем зельку на всякий случай. Окей, удаляем 5 карт. Все, мы сейчас сделаем идеальную колоду. Так, что мы никогда не используем? Повышение уровней. Вообще никогда. Можно удалять смело. Что еще? А пикси мне сказали, что она вроде норм. Говорят, энергию дает. Может и будем играть. А, червя за принесение в жертву существа. Ну, он тоже нормально. Пробуждение мы играем. Можно удалить одну преграду. Может даже две. Броня для голема пускай остается. Может спасти. Призыв голема удалять тоже нельзя. Тут что-то 3. Еще две карточки удалить. Перенаправление. Хорошо, это хорошо. Вот это. Принесение в жертву союзника и восстановление здоровья фигня. Нам не нужно. Мы лечимся от просто принесения в жертву. Барьер. Можно еще один удалить, но один стоит оставить. Один точно стоит оставить. Потому что мы убрали все хп. Да, давай один барьер оставим. И это очень хорошо. 33 коровы. 33 хпшки. Нормально. Усилились на самом деле хорошо. Алтарь крови. Тут нас, наверное, тоже будут требовать. Жизни. Призрак. В бестелесной форме. Чекни колоду. Все ли хорошо удалилось? Да, мы раньше уже удаляли. И теперь намного лучше. Да, теперь у нас хороший первый ход. Правда, только пикси тут почему-то. И голем. Но мы можем сразу пикси в жертву принести. Говорят, пусть энергию давать. Увеличивает запас энергии некроманта на один. Пассивный навык. А, она пока жива. Она дает энергию. И заряжает суперприем. Окей, понял. Червя. Червя. Так. Перенаправление урона надо нам какое-то? Ну, вот этого добить чувака, да? Метку на него поставим. Давай сразу его. Баба. А, но он же не умрет. И теперь на нем метка будет стоять. Ай, это ошибка была. Да, он весь урон съест. Он бессмертный. Я сделал ошибку, ребят. Мисплей. Ну, ладно. Не страшно. За деревню говорили выше. Деревню можно найти с погашей свечой? Ага. Окей. А можно ли ее найти в этом забеге? Или нужно следующий забег ждать? У тебя есть вмятина от наушников? Привет, новые зрители. Endgaming. Здравствуй. Конечно, у всех настоящих геймеров есть вмятина от наушников. Это эволюция. Я делаю некроманта, короче. А, мы потеряли голема. Ой-ой-ой. Энжи, у нас есть защита. Добро пожаловать, новый зритель. Откуда ты узнал? Так, удвоить карту. Вот эту. Что-то удвоение слабое. А, там брони так много на всех. А-а-а. Подожди. Тогда тебе нужно минус броню сделать. Баба-а-а. О, совсем другое дело. Совсем другое дело. Так, нам тут мерзость нужна по-любому. Так, много урона. Еще мерзость. Больше мерзости, богу мерзости. Давай, приноси в жертву. Отлично. Баба-а-а. Всех. Просто тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Хедшот. Так, теперь тебя мы в жертву. Ага. Принесли в жертву. Сделали атаку. Всех побили. Теперь перейти в форму некроманта. Я даже не знаю, надо ли нам в форму некроманта. Может, лучше вот так вот. А, давай. Давай некроманта. И что мы тут можем хорошего сыграть такого? Удар по всем. Бабах. Хо-хо-хо. Какая красота. Так. В форме некра играть новое начало. Да, ну мы и так всех побеждаем. Лучше убить противника, чем затянуть бой. А метки одной нам хватит. Оглушение всех противников. Оглушение на боссах не работает, поэтому не будем брать. Тут уровень союзникам тоже не нужен. Так. Карточка устрашения в колоду лича. На четыре хода все противники получают минус 25 брони и минус 10 к урону. Полная фигня. Слишком мало. Отравленный путь. Это оглушение. Перезарядка. Начиная ход с полностью заряженным суперприемом, получайте 15 преграды. Ну давай. Пускай будет. Руны. Руны, руны, руны. Тристалы уже были здесь, когда люди впервые высадились на остров. Вы ощущаете отголоски былой силы на этом месте. Сила отзывается у вас в крови. Давай помолимся. Пожертвовать здоровье для поднятия уровня. Дать 9 здоровья получить 20 максимального, что нам, кстати, хороший бонус. Или 10 хпшки и удалить еще карту. Ой, надо ли нам максимальное? Или удаляем карты по полной? 20 максимального, это хорошо. Далее еще. Кстати, слушай. А если я сниму руну на 50 максимального хп, мы просто умрем? Подождите. Одну секундочку. У меня сейчас 33. И руна на плюс 50. Кто-то проверял? Рубрика. Эксперименты. О, мой бог. Эксперименты. Убить весь забег. За одно нажатие. Что-то не хочется. Пахнет restart. Я возьму здесь максимальное. Я решил, что... Я решил, что это хорошая идея. Теперь у нас 53. Руну нельзя снимать. Я не хочу проверять, ребят. Ну, я думал, может быть, останется единичка, но... В баню. В баню. Альт Ф4 не работает? Тоже не хочу проверять. Вдруг сейв сдохнет. Можно снять руну. Зачем? Так, давай, мерзость. Червя призывай. Еще мерзость призывай. Всех призывай. Твой. Мерзость. Пробожидай. Что еще? Червя в жертву. Баба. Вот такие ходы мне нравятся. Было бы глупо, если бы это убивало. Но мы... Мы реально с вами готовы проверить. Глупо, не глупо. Пожертвовать четырехчасовым забегом ради эксперимента. Я нет. Я что-то не хочу. Так, это нам не нужно ничего. Большинство карточек, к сожалению, для нас бесполезны. Как для некроманта. Как у хорошего некроманта нам нужны только самые темные карточки. Когда вы приближаетесь к дереву, вам кажется, что оно шевелится. Так. Один десятки трупов свисают с ветвей. Один из висельников подает голос. Слышали, слышали, кто-то сюда идет. Если бы я не украл глаза, я бы мог все убедить. Вороной теперь не выклевали бы мне глаза. Другой мертвец, от которого осталась гниющая верхняя половина, отзывается. У тебя нижняя часть осталась, а мне больше никаких женщин. О, мой бог. Окей, мы нашли каких-то чуваков, у нас тоже на них квест. Глаза нам нужны были. Окей, не хотят давать глаза. Окей, пригрозите магнём. Поискать глаза. Давай искать глаза. Потеряно 10 здоровья. А, черт. Давай еще искать глаза. Когда вы тянетесь ограбить одного из мертвецов, он кусает вас и начинает хохотать. А, ну давай еще искать глаза. Ха, 23. Давай еще искать глаза. Ну давай еще искать глаза, чё. Вы какое-то время ищите, обнаруживаете нечто. Влажное, упругое, на ощупь. Это человеческие глаза. Странного оттенка. Вы скидываете их в мешок и собираетесь уходить. Стоит вам сделать шаг, как дерево затихает. Ни один листок не шуршит. Не скрипит ни одна веревка. Вас пробирает дрожь. Лучше не оборачиваться. Эй, я хотел обернуться. Окей, мы нашли глаза, чат. У нас есть глаза. Хорошо. Теперь все виды тобой. Здорово, медведь. Михаил Потапыч. Так. Пикси, не аппетит нам не нужен. Может нам в жертву этого бесплодного голема принести, чтобы призвать Пикси? Не, надо в жертву приносить. Метку надо на тебя поставить. В жертву надо приносить тебя. Бабах. Теперь подожди, 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 подожди. Теперь тебя в жертву. Отлично. Ну вот мы уже и похилились, да? Уже полное здоровье. Пробуждай. И еще пробуждай. А у некроманта-то у нас имбовая обилка на вампирик вообще крутейшая. Поэтому мы вообще не боимся же тратить жизни. Совсем не боимся. Бабах. Нет медведя больше. 20 уровень. Вот это быстро мы. Сейчас будет какой-то крутой апгрейд. Два столпа. Пожертвуйте 10% от вашего максимума здоровья. Воплотите два голема. Еще голем. Да не надо нам ничего это. Давай посмотрим вдруг что-то хорошее. Тяните на несколько карт на выборы стопки колоды. Ооо, вот это возьмем. Так, давай имбу. Что-то на жертву. Принося в жертву союзника, вы повышаете уровень всех остальных союзников. Принося в жертву бесплотного союзника, вы призываете такого же на замену? Безграничная мощь. Бесконечные жертвы. Больше жертв. Богу жертв. Кровь для бога. Крови черепа для трона черепов. О мой бог, это так сильно. Окей, мы прочитаем остальные, но скорее всего это автопик. Вечный облик. Чтобы принять облик леча, требуется 4 заряда. Каждое использование суперприема до конца боя дает плюс 100% к урону в следующий раз, когда вы примете облик леча. В облике леча плюс 3 новых карты проклятия, плюс 2 энергии. Убитый в облике леча некромант возвращается к исходному облику. На самом деле вот это жестко. Бессмертие такое, да? Но мы понятно, что возьмем призыв. Потому что у нас весь билд построен вокруг этого. Руна нюнд. О, руна этель на броню, но мы ее ставить уже не будем. А подожди. Зачем у меня вот этот трэш стоит? У меня руна ос бесполезная стоит в броне. Вот это я руина. Вот это руинища. А зачем я ее туда поставил? Надо было просто максимальное хп еще поставить, да? Или просто броню для голема. Давай броню для голема. Сейчас окажется, что ос в синергии тащил весь замек. Она лечит 5% здоровья в конце боя, что для нас бесполезно. Попробуй руну нюнд поставить в атаку, не трать один ход энергию, будет сильно. У нас сейчас колода очень эффективная. Нам нет смысла пропускать ходы, потому что мы в каждый ход играем много хороших карточек. После того, как мы почистили колоду, у нас всегда хорошая карта в руке. Есть такая присказка. Не бывает теплым то, что блестит. И все же, когда среди деревьев на границе мари мелькает бледный, подрагивающий гонек, тянет последовать в лесную чащу. Тут в конце какой-то зверь будет, если мы будем идти до конца. Да, и мы находим зверя. Или не находим? Да, вот он. А, ему глаза как раз, точно. Смотрю, тебе попались мои глаза, человек. Хотя у существа нет губ, вы могли бы поклясться, что оно улыбается. Осторожно, взяв у вас глаза, существо скамбривает их воронам. Глаза воронов начинают светиться. Вороны замолкают с интересом, косятся на вас. Они меня обокрали. Пришлось их наказать. Как видишь, они все еще живы. И будут жить столько же, сколько и я. Вам вспоминают стонущие мертвецы. Нельзя ли им как-то помочь? Я знаю, о чем ты думаешь. Нет, человек, тебе меня не одолеть. Но верную службу я ценю высоко. И я мискликнул диалог, случайно. Хотел прокрутить вниз текста, пропустил диалог. Ну ладно. Демоническая сила. Три использования, легендарная карта. До конца этого хода усильте все атаки на 500%! Не 50 за 0. Не 50. Не 100. Не 200. Не 300. Не 400. 500%! Окей. Ну, хорошая карта, возьмем ее. Окей, и она, он дал мне карту. Ладно. Да, 500% это нормально. Ну, мне кажется, что хорошая цифра. Так, это босс. Подожди, босса, мы бить пока не будем. Пошли сюда, на Мишу. 500%! Карточки некоторые в этой игре. Это, конечно, жесть. Это просто жесть. И да, эта сила будет работать на... с ОМОНов. Окей. Мы оставим на боссов. На босса, на босса и на элитку. Медведь. Медведя надо в метку взять. Вот, потому что союзников мы тут быстро снести не сможем. Будут проблемы. У нас сейчас какая-то ересь. Да, мы всем уровней повышаем, когда в жертву приносим. Три энергии еще осталось. Ооо, сколько пробуждений. Так, давай сначала добор. Мы еще и выбираем. Хо-хо-хо-хо. Так, вот это. И вот это давай. Теперь тебя в жертву. Удар по всем. Бабах. Минус медведь. Ха-ха-ха. Ооо, какая красота. И пробуждай. Нам теперь, кстати, есть полный смысл всегда приносить в жертву всех союзников. Абсолютно всех. Да, и призрачных тоже, потому что мы вызываем копии. Да, нет смысла не приносить призрака в жертву. Он призывается обратно. Это, конечно, жесть. А, только места может не хватить. Ну да. Может быть ситуация, что места не хватает. Это правда. Ха-ха. Повышение уровня делает призраков почти вечными. Ты знаешь, даже форма некроманта не нужна. Форма лича не нужна. А пускай она лежит в запасе. Мы... Мы так сильны. Просто безграничная мощь. Вот это реально... Это реально оно. Та самая Unlimited Power. Наверное, нет смысла не становиться некромантом. Мы, опять же, всех в жертву приносим, живых. Скачаем всем уровни. И здесь можно что-то прикольное сыграть. Удвоение. Масса урон. Ха-ха-ха. Хотя масса урон слабенький. Масса урон слабенький. Можно было бы что-то получше. Найти. Так, давайте, ребята. Почему нет? А, знаешь что? Я хотел сказать, что... Проблема в том, что... Карточки все сыграть не можем. Ну, не страшно. Пофиг. А уровень-то у нас максимальный, кстати. Это кто такая? Манассе. У-у-у, чад, не смотрите. Вы приближаетесь к странному эфемерному созданию. Оно существует в материальном мире, однако от него исходит что-то потустороннее. Глаза ее поблескивают и светятся удивительным изумрудным сиянием. Она однозначно не ведьма. Но вы не рискнули бы утверждать, что она человек. Она состоит из мха и звездного света. Но если вы ощутили тепло, глядя на нее, это тут же проходит, как только вы осознаете, что она сидит на змеином гнезде. Ооо, поглядите, лапушки мои, кого к нам занесло. Еще одна заблудшая душа. Она смотрит на вас в упор. Все новые змеи с шипением выползают из чащи. Скажи, чего ты хочешь? Мы можем многое для тебя сделать, если пообещаешь не трогать наше гнездо. Ух ты. Так, попросить исцеления, монет, море камней, опыта. Нам ничего не надо. Нам ничего не надо. Жизнь не полная, монет полно. Море камней тоже дофига. Опыт максимальный. А попробуем ничего не этот... Не просить, может, что-то будет. Да. Человеческое существо лишил не аутинасти. Как любопытно. Это интересно, действительно. Вступай, оставь нас в покое. Все? Все, блин. Я думал... Я думал, квест какой-то, а она просто змеиша. Подколодная. Хе-хе-хе. Сидит там под колодой. А вот великаны, про которые сегодня говорили. В чате... В начале стрима про этих великанов говорили, что они очень страшные для некроманда. Да, они больше урона за каждый полученный удар наносят. 300 жизней. Ну, давай попробуем их просто убить быстро. Все. Червя давай и вот это вот. У нас два места под существ. Две мерзости и не Click Off скажем... Нужен ли нам червь? Ну, Ааа! Так. Ааа! По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по ночев乾 уже англии ты нам мочевь нужен ли ты нам броню снимать да ну давай червя или твой 3 мерзости пить всех я давайте приносим жертву призываем червя теперь червя в жертву бабах у демоническую силу можно было бы потратить я не боюсь честно говоря у нас так много урона так 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 теперь принести в жертву червя который воскресится в виде червя снова теперь мы не можем в жертву снова принести ну ладно призрак воскрешается видео а вот все может сыграть на минус броню да можно было так так теперь перейти в форму некроманта и просто добить языками пламени так один ход окей мы нашли способ делать ваншоты в первый ход даже на некроманте неплохо у легендарка ячейки оружия минус 1 стоимости карт одной штуки в начале каждого хода ух ты да ячейки брони каждая пятая сыгранная карта заход удваивается на самом деле удвоение карточек тоже прикольно будем мисплеить постоянно да минус стоимость так как плюс энергия давай вот эту заменим которая нам дает минус стоимость двух карт в первый ход лучше минус 1 каждый ход на боссе будет лучше если вдруг затянется бой марки танка так ну у тебя ничего хорошего нет не она просто расходники продает о страж сокровищ волк здрасте волки ауф каждая атака бытого противника будет подзаряжать его особую атаку а что вы говорите волки ух какие ух какие волки я думаю нам даже голем не нужно мы их просто сейчас свечу червя теперь или голема призвать ха 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 тут так рискнуть и сдохнуть да нет уж давай давай голема блин теперь у меня на столе три голема его от черта все мне три голема чад никто не знаю я тоже не знаю гимоническую силу надо было сыграть а и так слабо бьют они так слабо бьют давай мерзость теперь мерзость в жертву сразу естественно бабах по всем что там все умерли подожди 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 пробудить червя раз пробудить червя два у тебя минус вся броня теперь пробудить червя три принести его в жертву вместо него появится новый червь только обычный и я думаю тебе хана да нет ты жив нет ты мертв все таки класс сокровища и 10 брони максимальное здоровье ячейка боевых предметов давай максимальное здоровье можно снять руну на плюс 50 кстати баф на босс сейчас возьмем больше урона в следующем бою так замечательно иди сюда козел буквально или баран владеющий туманом бой будет состоять из четырех четко отличающихся друг от друга фаз внимательно следите за активными эффектами и намерениями противника он честен я не знаю его фаз потому что мы обычно шатаем его на первый ход давайте попробуем еще раз то же самое сделать да так у него минус 50 броня призываем мерзость метку на босса кидаем чтоб мерзость била вся в него так что мы еще можем взять две энергии варианта добора одной карточке призываем еще одну мерзость да теперь всех этих мерзостей надо как то поприносить жертву давай плюс 500 урона в этот ход нормально Угу Так, 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 так Здесь добор Давай на него бутылку кинем На минус броню Окей Даже две Окей, он получает Больше урона Мерзость, эту мерзость жертву Бабах Есть добор Отлично Энергия остается К сожалению, мне вот эту мерзость Не... А, босса нет А, все, босс исчез А где босс? Босса нет, ребят Ха-ха-ха-ха Че я думаю? Он просто мертв Окей Получилось Получилось Он испарился Но я обожаю эту игру Эта игра так хороша Ха-ха-ха-ха Я продолжаю что думать Тактики строить А босс испарился О, мой бог Окей, давай здесь Давай навыки брать Сыграв менее двух карт за ход Окей, этого никогда не будет Каждый пятый сыгранная карта Дает 10 преграды В начале каждого хода Дополнительная карта Стоимость снижается на 1 Да, вот это мы берем Перенаправление имба Да вообще жесть Потому что Мерзость бьет По четырем целям Весь урон С этих четырех целей Идет в одну И весь этот урон Умножается На минус броню Которая у них есть Это вообще жесть Просто жесть А я думаю нам В городе ничего не нужно Пошли убьем ласта Нам буквально ничего не нужно Может квест какой-то знать Подожди Ах, с кузнецом надо поговорить Да Окей, мы прошли уровень Красная команда Давайте Давайте новую ставку Новая ставка Шотнем ли ласта Убьем ли ласта В один ход Окей Мы должны убить ласт боссов За один ход Окей Давайте тогда Тогда сейчас заапгрейдимся На полную Менять валюты Нам нужна рунная пыль Нам нет смысла Носить руну на броню Вообще никакого Потому что мы попробуем Шотнуть Что нам здесь даст Максимального урона В первый ход Нет Ячейки брони трэш Буквально нечего поставить Нет Боевые ячейки Окей Кен Да Поставить боевые ячейки Ага И Закупить боевых Штук Предметов Каких-то Так Жертва здоровья Дает энергию Кстати Зарядить суперприем Полностью Тоже можно поставить Удар силой 30 Фигня Бутылки на минус Броню Есть Добор Поставлен Где еще Расходники Продаются Свечник Что ты продаешь Все фигня Тоже фигня Окей Ты бесполезен Учитель Больше карт в первом ходу боя Ну давай Давай Ударить карту Мы не можем Можем купить Карту Только если что-то Будет очень хорошее Все плохое Окей Закрываем Кузнец У тебя есть квест Мне нужна Помощь Там мальчик Проглотил Рунный камень Ты всерьез? Не будем терять Ни секунды Укажи мне дорогу Окей Ну я как предполагал Надо снова найти мальчика Ай Кузнец Выключился А черт Я хотел у него Руны купить Для ваншота Черт Призывать волка Окей Карты приключений Точно не надо брать Речилки Не нужны Давай Давай купим Давай купим Так Вот у тебя есть расходники Улучшения для расходников Бутыль с кислотой А Она просто дольше действует Нет Тоже действие Время действия Дымовая бомба Это минус Атаки Вот Кислотная бомба Кислотная бомба Еще Тут броню снижают Короче Фолианты Походу Походу Фолианты Надо Улучшать Для ваншота И Так Вот это Минус броня Фолианты Для добора Это для энергии Бутылка с кислотой И обновить ассортимент Урон Прием нам только один раз Надо заряжать Добор новых карт Ну в принципе Нет смысла не скупать все Да Угу Так Мы все поставили Что может быть полезно Для ваншота Вроде да Минус броня Вся стоит Бомба стоит Рунный камень Ну кстати Рунный камень Я не уверен Что нужен Может лучше Вместо него Череп Поставить Для добора Да Да Супер прием Наверное Не нужно Заряжать По идее Так Должен Зарядиться Вроде бы Вроде бы Все Поехали Так Свечу До максимума Стой 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 Погнали Четыре Тысячи Жизней Но тут Такой Имбой Не будет Наш Не будет Такой Имбой Наша Это Как ее зовут Там Так Штука Ок Массу Урон Такого урона Наносить Не будет Хорошо Так Сразу Мы играем Все бутылки С кислотой Бомбу Минус 350 Брони Принести в жертву Союзника Призывите Червя Выгоднее Червя Или все Таки Мерзость Призывать Ок Давайте Давайте Тобор Сначала Сделаем Нам точно Нужна Демоническая Сила А и Вот Можно Мерзость Призвать Ок Два Червя Или Мы можем Взять Двух Червей Или Червя Мерзость Вопрос Что Лучше Мерзость Каждый раз Когда активируется Наносит Больше Урона Черви Снижают Броню Черви Бьют Несколько Раз Но Общий Урон Мерзости По моему Больше А смысл Нам снимать Броню У нас Уже Минус 350 Типа Еще Снимем 50 Разница Будет Мало А каждый Раз Активируя Мерзость Она На 20 Процент Урона Больше Наносит По моему У мерзости Профит Будет Больше Потому что Она с каждой Активацией Будет Больше Урона Наносить И Наш Процентный Большой Бонус Будет Увеличиваться Бонус Мерзостей По моему Мерзость Здесь Сильнее Ударит Ребят Реально Потому что Сейчас 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 Все Будет Ребят Найдем Сейчас Сделаем Да Проценты Мерзости Повышать Окей Ну сначала Демоническую Силу По моему Мерзость Сильнее Да Мерзость Две Мерзости Да У нас Есть А еще Два Елея Стой 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 Мы можем Кстати Елей На Мерзость Сыграть Нет Не 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 Подожди Стой Стой О Я думал Елей Только На Нас Играется Но Он Играется На Союзников Подожди 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 Так Призвать Мерзость Принести В жертву Мерзость 1300 урона Жертвоприношения Нормально Нормально 1300 1300 Это хороший урон Да 1300 Это хорошо Хорошо Там нет смысла Не играть Добор Лимита На карточке В руке Нет Пофиг Чтобы Видеть Всю руку Так Эта штука Даст нам Энергию Главное Не убить Себя Случайно Он так Грызет Как будто Эти яблочки Ест Так Окей У нас 6 энергии Лимит Карт В руке Выграли 15 карт Окей Значит Лимит Есть Хорошо Лимит Есть Я понял 6 энергии Так Приносим Жертву Эту Мерзость Бабах Пошел Урон Тыдыщ Половину Жизни Сняли Одной Карточкой Теперь Эта Мерзость Бьет На 400 Вот Эту Мерзость Жертву Смотри И Даем Елей Одной Из Мерзостей О 1600 1000 Урона О Держи Еще Елей Мерзость О 945 1600 А Мы Наверное Мы Наверное Шотнем Его Все Таки Призыв Мерзости Был Правильным Ну Хотя Червь Также Сыграл Нет Я Не Прав Червь Также Сыграл У Червя Также Бафнулся Урон Потому Что Модификатор Урона Елея Он Шел После Нашего Модификатора Мы Настакали 800% Урона На себя А потом Кинули 100% Увеличение Урона На мерзость И эти 800% Умножились В два Раза То есть Получился 1600% Урон Потом Еще один Елей Дал Еще 100% И получилось Не 1600 А 2400 Процентов Урона Это игра Так Сломана Она Абсолютно Сломана И я И мне Это Очень Нравится Это Круто Офигеть То что Нам Нужно Окей Это победа Ребят Красная Команда Спасибо За веру Мы Тут Открыли Карточек Много Там Пассивок Тоже Пооткрывали Гардероб Открыли Только Швею Так и Не Открыли По-моему Нашему Сейву Хана Потому что Швея Просто Не попадается В забегах Я не знаю Как мы умудрились Запороть Да Мы спасли Уже 4 человека Кстати Из 13 Так что Не так уж Далеко Наш Уэст Не так уж Далеко Наши Прохождения Продолжение Продолжение следует... Продолжение следует...